Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наоборот, начнем с притчи. В деревне на берегу реки жил очень богатый человек. Был он, как многие богатые люди, но, так сказать, не очень. Такой, знаете, скупердяй, крохобор, ну, как обычно. Местные жители его не любили, а входили в дом стороной, и он жил, так сказать, один. Однажды, выйдя на берег реки, он подскользнулся и свалился в воду. Плавать он не умел, начал тонуть, громко кричал, ну, собрались все вокруг. Ну, какой-никакой человек все-таки, начали ему протягивать руку, кричат, давай руку, давай сюда, мы тебя, давай, давай. А он, нет, тонет, и все, кричит, а руку не протягивает. Люди в шоке, не понимают. Тут проходил самый мудрый житель деревни. Они кинулись к нему, говорят, вот, смотрите, там, он говорит, да, ну, вы неправильно делаете, вот, смотрите. Дает руку, говорит, набери руку. Тот сразу схватил руку, подбежали другие, вытащили искряву на берег этого. И старик ему объяснил, что человек не умеет отдавать, он привык только брать. Вы ему говорите, дай, а он не может дать. Задача человека, мы говорим часто, пришедшего в этот мир, уйти из него лучше, чем пришел. А что значит лучше? Один считает, что он лучше прыгать начал, лучше бегать или еще. Наши мудрецы объясняют, что лучше это превратиться из берущего, выдающего. Человек, когда маленький, он, знаете, обратите внимание, ребенок, он вообще ничего не понимает, только берет, он хватает, все. Так вот, нам надо обязательно научиться вот у Бога одному. Бог, он сплошное давание. Бог написано никогда, ему ничего не надо. Бог только дает. Мало того, что он все нам дает, в принципе, он не в состоянии брать, потому что он полнота. И вот это вот такая привилегия научиться, как Бог давать, является задачей человека. Сказано, что если ты хочешь узнать, как вести себя в той или иной ситуации вообще, вдумайся, что сделал бы Бог. А качество Бога, это не только давать. Вот ответы на все вопросы. Иногда люди прекращают давать, прекращают стремиться к добру по одной простой причине. Говорят даже народные пословицы, что я тебе сделал хорошего, что ты меня так не любишь. Так вот, это тоже испытание, говорят мудрецы, очень известное испытание. Еще одну притчу расскажу. Известный, ну, Равин такой, значит, с учеником в старом городе, древний город даже, я бы сказал. Пришел к нему этот ученик, говорит, Рэба, я разочарован, я всю жизнь стремился делать добро. И я решил научиться давать людям. Но все мы, вот с кем я общаюсь, они меня не радуют. Они меня не понимают, не хотят моей помощи. Они ругают меня, иногда отвечают злом на добро, почему, может, мне прекратить все это? Рэба говорит, видишь, вот тот колодец. Он говорит, да, люди подходят к нему с разными ведрами. Кто-то выбирает побольше и приходит реже. Кто-то с сосудом поменьше и появляется чаще. Кто-то наливает ведро до краев, кто-то стремится облегчить себя, наливает наполовину. Есть, кто берет огромадные такие бочки и в том, не в состоянии ничего сделать, выливают назад. Некоторые приходят с пустыми руками. Им не нужна вода. Они хотят поговорить, посидеть, обсудить последние новости. Здесь все-таки центр города всегда, у колодца встречаются почти все. Ну вот идет еще один человек, посмотри. Он, как бы, как-то мягче сказать, с дырявым ведром. Вот он набрал сейчас, а человек с дырявым ведром подошел, набрал воду и начал кричать, закрыть этот дурацкий источник и так далее. Говорит Рэба, смотри, как глупо проклинать колодец, в котором ты можешь что-то взять домой. Тем более, как глупо закрывать источники доброты в своем сердце, просто потому, что кто-то пришел к нему с дырявым ведром. Это у него не такое ведро, а не у вас. Поэтому нет здесь связи между этими явлениями. Если человек пожалел, кстати, о хорошем деле, есть такое злое начало, которое заставляет человека все время, хотя бы, который уже сделал доброе дело, но оно его ловит на другом. Сказали мудрецы, если человек пожалел о хорошем деле, о какой-то помощи, о хороших словах, то его заслуга на небе уничтожается, и это очень важно понимать. Вообще Балшемтов говорил, что все, что ты видишь, все для тебя. Если ты видишь недостаток, этот недостаток есть в тебе. То есть идеальный человек, вот он идеальный в нашем понимании, понимание иудуизма, который не видит у других недостатков, и который считает, что все только к лучшему. Это Машех, вот когда он придет, он такой и будет. Перед нами Шаббат, это очень важный Шаббат, и хотя бы, вот если мы весь год как-то где-то, что-то не так было в этих Шаббатах, давайте хоть этот Шаббат попробуем сделать настоящим, красивым, добрым и духовным. Брахава от Слаха.